Знаете, друзья, нас приучили говорить ложи друг другу и делать вид, что мы не замечаем многие вещи, которые идут на федеральном уровне, и это, собственно говоря, федеральное решение, когда в стране происходят катаклизмы. Я говорю сегодня о затоплении Сибири и о пожарах в Сибири. Без решения федерального уровня не было бы никаких пожаров. Давайте смотреть друг другу прямо в глаза, не делать вид, что мы не понимаем, откуда идет распоряжение о пожарах и о затоплении. Я надеюсь, в стране не осталось таких наивных людей, которые бы думали, что это матушка природа за что-то наказывает человека. Нет, друзья, это не природа, это дело рук человеческих, это федеральное распоряжение по очистке земли сибирской. Сибирь продана, но она продана без людей. Люди там не нужны. Поэтому на эти земли обрушились катаклизмы. И когда мы говорим, что кто-то там поджигает, кто-то на вертолетах или с вертолетов кто-то увидел, что поджигают и поджигают цепочкой, знаете, друзья, все же понятно, что поджигают по распоряжению. И никакой ваш губернатор не будет тушить пожары, потому что у него федеральное распоряжение не тушить пожары. Поэтому ус, как бы он не вертелся и не усатил, ничего он не может сделать. Он будет всячески извиваться. И, конечно же, ваши палки, ваши проклятия будут идти на него, друзья. Но он-то маленькая пешка в большой игре. Смотрите шире на вещи, смотрите открыто себе в глаза и не лгите. И когда мы перестанем лгать самим себе и понимать, что все вещи, которые происходят в нашей стране, это не мелкопоместнические выкрутасы, а это федеральная линия партии. Над Сибирью бушуют пожары, наводнения. Знаете, какой-то апокалипсис устроили, где хотят освободить землю, от людей освободить. И уже никто не поможет людям, никто не поможет птицам, животным, медведям, листве, растениям, тем самым муравьям. Никто. Потому что жажда наживы человеческая, она не имеет предела. Глопирующая шизофрения, жажды власти и денег. Беспрецедентное количество пожаров. И вот актер Ди Каприо отреагировал на бушующие в Сибири лесные пожары. Не наши друзья, актеры. Не они выходят с плакатами и со статьями. Нет. А американский актер, голливудский актер, он реагирует. Почему? А почему наши актеры не реагируют? У них, наверное, голова не так работает. У них там опилки или секс в голове. Или опять-таки та самая галопирующая шизофрения жажды наживы. И они не могут возразить никому. То есть не могут возразить папе самому главному. Нашему папе, который их кормит из своих рук и в клювики им кладет денежки. Поэтому они не будут возмущаться против пожаров. Потому что ведь понятно, друзья, что пожары это дело рук наших собственных спецслужб. Это им нужны пожары. Это по приказу высшего командующего, верховного главнокомандующего. И по его приказу эти самые пожары жгут лес. По его приказу проливаются дожди. И подтопление происходит искусственное в Сибири. Итак, голливудский актер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России и других северных территориях. На своих страницах в соцсетях он опубликовал материал о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные возгорания. Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров. Это очередной признак климатического кризиса. Очаги возгораний и шлейфы от дыма в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары за месяц выделили столько СО2, сколько Швеция производит за год. Процитировал актер в инстаграм ролик The Guardian на эту тему. Но почему актер понимает, да, что полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров? И он понимает, что это очередной признак климатического кризиса, развязанный целенаправленно людьми. Но почему это он может? Но только не наши актеры, не наша интеллигенция. А где наши интеллигенты, друзья? Где наши ученые? Где наши телевизионщики? Где они все? Они боятся. У них страх. Потому что каждый подсознательно и сознательно понимает, кто разжигает пожары, кто топит Сибирь, кому это на руку. Российские пользователи оставили под постом комментарии, в которых благодарят Ди Каприо за его внимание к проблеме. Аналогичные сообщения появились на странице актера в Фейсбук, где он опубликовал материал газеты «The Independent». В тексте говорится о том, что лесные пожары этого года наносят колоссальный ущерб окружающей среде. Выбросы СО2 с 1 июня по 21 июля 2019 года составили около 100 мегатонн и приближаются к показателю всех выбросов СО2 в Бельгии в 2017 году. По площади лесные пожары на Аляске и в Сибири сопоставимы с территорией почти 100 тысяч футбольных полей. У Ди Каприо есть собственный фонд, который занимается сохранением экологических систем. Кроме того, актер является послом мира ООН по проблемам климата. Ранее он выступал за освобождение косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье. И, как вы помните, к нему прислушались. По данным «Кринпис», в этом сезоне в России сгорело уже более 12 миллионов гектаров леса. Друзья, 12 миллионов гектаров леса. А вы считаете, там тысячи, там миллион гектаров, 12 миллионов. Это «Кринпис» нам сообщает. Но мы в своей стране, мы не знаем настоящей цифры. От нас все время все скрывают. Вот видите, нам говорят «миллион гектар», да? То есть, занижают в 12 раз. А когда гибнут люди, мы тоже должны умножать на 12 или на 120. Я не знаю, как вообще выявлять настоящие цифры. 12 миллионов гектаров леса – это больше площади Португалии или Словакии. И Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3 миллиона гектаров. Власти не тушат пожары в труднодоступных территориях, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый ущерб. А пламя не угрожает населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Но это же тоже вранье. Мы же видели, как горят деревни. Мы же видели, как топят деревни по крыше. Что людям нельзя вернуться назад в свои дома, потому что якобы это опасная зона. Им не разрешают возвращаться в свои дома и не разрешают строиться в этих районах заново. Почему? Да потому что эти земли специально, целенаправленно освобождают от людей. А каким образом освободить? Ну, силой же не выгонишь, люди не захотят. Поэтому эти земли делают на время непригодными для проживания. А непригодными для проживания, то есть сгоняют всех людей с территории. Мало того, сгоняют, ведь огромное количество людей гибнет в своих домах. Но этого вам никто не расскажет. И их количество погибших никто не посчитает. Если кто-то и объявит какую-то цифру, то это будет ложная цифра. Из-за катастрофических масштабов лесных пожаров депутаты Госдумы выступили за пересмотр действующего порядка пожаротушения в стране. С этой позиции согласились в МЧС. Глава Минприроды уже дал поручение пересмотреть соответствующий регламент пожаротушения. Ну и что же, друзья, пока Минприроды дает поручение пересмотреть регламенты пожаротушения, дальше глава МЧС соглашается, что нужно пересмотреть, что позиции, да, должны быть пересмотрены. Потом депутаты Госдумы пересматривают. Вы понимаете, земля горит, люди тонут, а они пересматривают. Они все делают по закону. Не придерешься, закона нет, и они решают пересмотреть. Ну так вы знаете, как и сколько они пересматривают. Это не бывает вот так за пять минут. А ведь именно пять минут нужно для того, чтобы отдать приказание тушить Сибирь или перестать спускать воду в Сибирь. Это же все искусственное дело рук человеческих, когда люди там, ой вы, наверху, именно они отдают приказы, чтобы освободить земли Сибири и Дальнего Востока от людей. Люди лишние. Это все продано и это все куплено. Но люди, они не нужны. Их никто не покупал. Это лишние арты, которые абсолютно не нужны новому хозяину. И наша современная власть выполняет приказания и указания очистить территории от людей. И вследствие всего вышесказанного здесь, я могу вам с уверенностью сказать, что ни один актер, ни одна интеллигенция, ни ученые, никто не будет заступаться за эти самые пожары. Все будут примитивно, как приматы, сидеть и тупо смотреть, как горит лес, горят наши меньшие братья, горят птицы, горит природа, которая существует для того, чтобы нам помогать с вами жить. И уже совсем кощунство. И измерять пожаротушение в экономической выгоде. За все эти годы, я думаю, никто из вас никогда за свою жизнь не слышал, что тушить пожар невыгодно экономически. У вас горит дом. А вам говорят, экономически невыгодно тушить ваш дом. Вот и все. Сгорайте там все вместе с вашими семьями. Это кощунственно. Но это сегодня постулаты нового времени. Так что, когда у вас случается несчастье, вы смотрите вверх на тех богов, которые вам навязывают катаклизмы в вашей жизни, а именно правительство Российской Федерации. Спите, жители Багдада. В Багдаде все спокойно. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова